Apple представила операционную систему, которую уже осенью этого года, а бета-версию, еще раньше, можно будет установить почти на всю модели iPhone, iOS 15. Главные нововведения коснулись отображения, а при необходимости, заглушения, уведомлений, в виде отчетов о чете и новых социальных функций Мьесаги. Значки, сопровождающие уведомления в iOS 15, стали крупнее. Функция FOTUS в новой операционке позволяет создавать различные профили, управляющие поведением смартфона, таким как отображение уведомлений от тех или иных приложений и содержимое домашнего экрана. Например, можно будет создать отдельные профили для рабочих часов, тренировок, выходных и тому подобное. Неросетевые алгоритмы на смартфоне при этом попробуют сами предложить те или настройки для каждого режима, так как сразу настроить подобную систему вручную будет большинству пользователей просто не под силу. Задействовали искусственный интеллект и для новой функции в камере, теперь приложение сможет автоматически распознавать рукописный текст при наведении на страницу с ним. При этом текст можно будет выделить и скопировать в том числе и в сделанных ранее снимках. Этот текст будет индексироваться и находиться обновленной поисковой функцией SpotLict. Множество обновлений коснутся приложения для видеозвонков фатчетями. К этим звонкам в iOS 15 можно будет подключаться как к зоом-конференциям, просто по ссылке. Причем подключение будет доступно даже пользователям Android или Windows, через веб-интерфейс, то есть фатчетями впервые станет мультиплатформенным сервисом, как зоом, Google Meet или Skype. Во время звонков теперь можно будет включать музыку, фильмы и даже ролики TikTok для совместного прослушивания и просмотра, функцию назвали Share и Play. Наконец-то можно будет делиться в фатчетями звонках и содержимом экрана. Также в яблочный видеочет добавили портретный режим с размытием фона и режим плиток для отображения сразу нескольких участников видеоконференции. Дополнительные возможности появятся с выходом iOS 15 и у iPhone C поддержкой радиоинтерфейса ближнего радиуса действия UPP. В приложении OLED теперь можно будет загрузить цифровые ключи не только от автомобилей, но и от отеля или офисной пропуска. Обещана поддержка умных замков от некоторых производителей. Также бумажник сможет хранить официальные документы, такие как водительские права. Как ожидается, финальная версия iOS 15 станет доступна для установки на большинство моделей iPhone в сентябре. Одновременно с выходом в продажу следующих моделей iPhone. Однако уже летом выпустят бета-версию, которую смогут установить на свое устройство владельцы iPhone, не боящиеся пользоваться недоработанным системным софтом.